Здравствуйте, меня зовут Скрегин Александр, и вы на канале спортивного агентства ProFutura Sports. Мы решили запустить рубрику интервью с различными интересными людьми в индустрии спорта. И наше первое видео будет с баскетбольным агентом Станиславом Рыжовым. Станислав является первым в России аккредитованным баскетбольным агентом NBA, и его агентство представляет таких звезд российского баскетбола, как Тимофей Мозгов, Сергей Карасев, Семен Антонов и многих других известных баскетболистов. Думаю, что данное видео будет интересно посмотреть как молодым баскетболистам, которые планируют построить свою карьеру в профессиональном баскетболе, а также их родителям, потому что Станислав расскажет, зачем вообще молодому, а также профессиональному баскетболисту, нужен агент, на каких условиях агенты работают с игроками и, в принципе, как устроен агентский бизнес в России. Так что приятного просмотра и надеюсь, что это видео будет действительно полезным и интересным. Станислав расскажите, тем, кто не знает, о своем агентстве, о вашей компании, то есть чем вы занимаетесь, игроки, с которыми вы работаете и какой сервис ваша компания предоставляет игрокам? Мы баскетбольное агентство, да, в первую очередь и с этого начали. Кстати, получается, что сейчас как раз осознал, что будет своего рода юбилей. Начали, получается, осенью 2008 года. Мой партнер, друг, соратник Максим Шерифян, с ним вместе начали примерно осенью 2008 года. Получилось, что я начал больше с привоза сюда американских баскетболистов, а, соответственно, Максим больше изначально упор делал на российских игроков. И, в общем, не то, что мы обвинились, мы сразу были вместе. Ну, так вот получилось какое-то такое своего рода негласное разделение. Зашли на рынок, соответственно, тогда было попроще это сделать, было побольше российских команд, несмотря на кризис мировой европейский 2008 года. Тогда он еще не так сильно ударил, он только начинал, и, в общем, было такое интересное время. И потихонечку, конечно, увеличивали сервис. Ну, как хотелось, что-то новое изобрести сложно. Наверное, в нашем бизнесе велосипед изобрести практически невозможно. Ну, да, но рынок открытый был, то есть 10 лет назад агентов, я думаю, сейчас-то их немного, тогда было еще меньше. Верно. И получилось, что мы там в силу своего возраста, относительно молодого, нам было, может, попроще заходить, потому что это как раз эти годы, они как бы были переходные по технологии. То есть в командах начал появляться скаутинг. То есть, например, ну, там, чего вот мы начали делать, там, а работа с видео, мы не застали уже кассеты. Ну, такая забавная вещь, да, вот диски уже совсем активно начали распространить, еще не было повсеместных работ. Интернет, что это значит? Быстро. Ну, это помимо нарезки, то, что все, в общем, делали, да, и там, самые там. Но более возможности стали сделать подробнее, там, видео, там, компьютер позволял. То есть, как сделать скаутинговый отсчет? Именно так, да. То есть мы, не то, чтобы мы претендовали на то, что мы, там, разбираемся в баскетболе больше остальных, но попытались это сделать, потому как Максим был спортивным директором в клубе, а я работал помощником тренеров по скаутингу, да, и подготовки к матчам, сборам, начинку падения. Поэтому, как-то получилось, естественно, да, мы попытались, что сразу вот из огромного того выбора американских баскетболистов, любой поле, чтобы выпускает, вы сами знаете, сколько каждый год, попытались, как бы, каждой команде, там, помочь. То есть не то, что мы навязываем, да, из этого огромного выбора. Да, потому что, там, американцев, игроков полно, ну, там, даже высокого уровня, непонятно, там, заиграет он в России, не заиграет, то есть адаптируется. Абсолютно верно. Да. То есть мы начали с технического, сократить, да, чтобы сделать этого кота в мешке, ну, хоть как, с какими-то, там, характеристиками, не просто кот, но хотя бы, там, чего он умеет, чего он не умеет, да, и предполагали, с кем он может, там, сработать, с кем нет. Вот, собственно говоря, мы с этого начали. И потом, конечно, не надо забывать, тогда был лимит. Что такое лимит? Он два российских игрока, должно было находиться на поле все время. И следующий наш шаг, ну, вот, мы стали наших молодых игроков вывозить в Штаты на тренировочные, там, какие-то лагеря с тренерами и так далее. Ну, в общем, каждый из нас стремится зарабатывать, и мы, ну, примерно, там, не то, чтобы мы сильно считали, но понимали, что вложив какие-то деньги, мы сейчас... То есть мы вкладывали, да, это... Вкладываем до сих пор. И забегая, вот сейчас уже, там, 10 лет мы работаем, ничего общего с бизнес-моделью это не имеет, и огромное количество денег они... А где-то там один из штата. Абсолютно верно, да. Ну, мы тогда об этом не считали, там, так вот чуть-чуть романтизировали, нам было очень-очень интересно. Вывести туда, привезти сюда американского тренера. Все, вот, как можно больше, да, то есть там... Тогда, конечно, были уже, там, лагеря в Сербии, да, и мы были уверены тогда, что российские игроки, там, спустя, там, ну, там, пару-тройку лет работы с ними, да, они придут на хороший уровень. Уже еще не было Лиги БТБ, но, в общем, мы зарабатываем на российский чемпионат, который всегда был сильным. И они зарабатывали хорошие деньги. Всем известно, что, ну, особенно в те времена, при Ленинсе, там, российские получали для спортсменов хорошие зарплаты. И, в общем, наши затраты отобьются, и дело хорошее сделали, ну, и прочее-прочее-прочее. Вот, собственно говоря, с чего мы начали. Потом выяснилось, что... Не то, чтобы были наивными, там, один раз в лагерь перевез, и сразу он там стал лучшим игроком. Но не до конца мы представляли тот масштаб, скажем так, сервисных услуг, что ли, да, которыми надо окружить игрока. И, в первую очередь, человека. То есть, ну, и потом, когда... Стандартные вопросы у родителей. Поступление в институт, там, там, армия, сочетание, планирование времени, потом психология. И все-все-все, это потихонечку у нас с каждым годом мы там, можно сказать, расширяли, да, но сейчас пришли к тому, что, ну, как нам кажется, нету, наверное, аналогичной структуры, да, которые у нас репетиторы, психолог, индивидуальный тренер, по физической, по-моему, подготовке. То есть это детям вы представляете? Конечно, детям. Ну, детям. Очень хороший вопрос про детей, тоже вот возвращаясь к чему мы начинали, и когда они должны заигрывать, и когда должны выходить на уровень. Мы столкнулись с тем, что не выходит ли ничего-то на уровень, да, то есть вот вроде всего даешь, а никак. Недавно буквально летал, и в Огоньке интересную статью прочитал. Оказывается, это глобальное исследование инфантилизации общества. И вплоть до того, что сейчас даже кто-то поднял этот вопрос. Скажешь, ну, там, все же сербники, да, как бы на них... Нет, я говорю, я прочитал, я вот в этой статье, оказывается, что эта проблема есть не только в России, да, что даже вплоть до того, кто поднял вопрос, сместить градацию подросткового возраста, там, сейчас он считается до 18-19 лет, да, чуть ли не узнакомить, там, до 24, да. И многие там, ребята же поздние, плюс параллельно в эти же годы, как мы видим, что в NBA там происходит, это оттуда вся мода пошла, да, насколько я баскетбол прибавил. В атлетизме, то есть просто физически сопротивляться с уже сформировавшимися дядьками. И поэтому это все привело к необходимости, и вот теперь получается, что у нас, в общем, сами того не заметив, получился такой штаб. В общем, конкретный штаб, потому что... То есть это люди, которые на постоянной основе у вас работают, или это именно, ну, там, допустим, есть запрос, вы кому-то отправите? Ну, просто запрос есть у всех. То есть мы не можем, мы... Конечно, нет такого, что там, он работает там где-то на зарплате, на ставке, просто по запросу, ну, на практике, получается, что это нужно всем. То есть психолог, врач, есть проблемы и с медициной у нас, да, то есть я... Ну, что грех отреть, многие на этом там сэкономить там хотят, и это повод, иногда, для конфликтов каких-то с клубами, да, ну, кто-то как-то видит, так лечит человека, кто-то по-другому, да. Ну, например, в Америке это вообще нормально, они там в свое время в контракты пытались ставить всегда второе мнение, третье мнение, да, по травме. Игрок получает травму, и клуб считает, что там, клубный врач говорит, ну, ерунда, давай, иди бегай. Ну, окей, но это не всегда так. Даже в Америке, то есть это всегда там есть... То есть три врача должны, допустим, посмотреть, да? Два, три, в общем, это такой из таких частных примеров, да. Вот, соответственно, к этому пришли. И получается, что вот сейчас уже, ну, и, кстати, хочу заметить, да, когда мы начинали, пожалуй, у игроков там 16 лет, еще не было агентов, тогда еще, в такой массе. Сейчас, когда мы там смотрим на юношеские сборные, да, там, юж, там, 16, или 18, все уже с агентами, то есть, конечно, конкуренция обострилась, и... Но при этом увеличился период подготовки игрока. Да, ну, не видим же, но в лиге ВТБ 19-летних, вон-деркингов сильно много, да? Вот, соответственно, посчитайте, сколько надо пройти до путьа, там, 16-17 лет, до 25, когда... и что нужно там дать игроку каждому. Поэтому, вот, как теперь... Ну, вот, 10 лет прошло с начала основания вашего агентства. Сейчас, кто у вас, наверное, самые такие именитые игроки из тех, кто с вами работает? Ну, получается, наверное, из российских выделим троиц мозгов, карасев, антонов. Не хочу идти дальше, у нас много клиентов, да, чтобы никто не обиделся, тоже на тонкий лед вступаю. Наверное, из легионеров самые яркие, Томас Робинсон в «Химках», Кайл Курищ в «Зените», «Олигарх», в «Кубани». Там, неплохо сейчас брат списался в ЦСКА. Ну, за эти годы сколько было интересных персонажей. Ну, например, там, Джеральда Грина мы в России представляли, Джейперсон в «Тринолфе» был. какие-то, наверное, может быть, Четман, разыгрывающий очень там серьезную... То есть, американцы, кто приезжают в Россию, у них есть какой-то агент в Америке, кто их представляет, и есть то агентство, с кем они сотрудничают в России или как это? Абсолютно верно. Обычно это работает именно так. У каждого американца есть свой какой-то агент американский, и, соответственно, мы с ними в партнерских отношениях. То есть, что изначально мы начали делать, это получилось, что мы стали сотрудничать с несколькими, получили возможность выбора. То есть, в общем, в своем роде помогали именно клубам. То есть, вы не привязаны к какому-то агентству, кем постоянно сотрудничаете? Я не привязан. Мы принципиально сразу выбрали эту позицию. Конечно, американские агентства этим не довольны. Естественно, они хотят в идеале нанять какого-то человека, который у них сидит на ставке, и который, извиняюсь, изображения, пихает именно их и игроков. И мы сразу вот это вот даже решили, что так будет, если кто-то не хочет с нами работать, как говорится, не хочет. Но мы будем свою линию держать, что вот, наверное, наше какое-то мнение, оно будет со временем, с годами цениться клубами как выбор. Как показывает время на этот лист. Ну, в целом, понятно. То есть, вам сейчас, получается, 32-33 года, Получается так. То есть, если 10 лет назад вам было 22-23. Именно я. То есть, молодой парень, как бы, несути, мой ровесник сейчас. Как вы всем этим начинали заниматься? То есть, как вообще пришли к такой идее? Пришел? Тяжело ли это было поначалу? То есть, потому что, приходит молодой парень к владельцу генерального менеджера клубов, то есть, люди достаточно серьезные. и как убедить их работать с вами, когда... Вообще, вот, например, лично, моя судьба, она довольно классическая. Я играл в баскетбол на низком уровне. Я абсолютно, там, баскетболист ниже среднего таланта. Там, что-то где-то мог. И, как обычно, у многих сейчас, у молодых ребят то же самое было. Там вся семья вокруг, там, зачем тебе это надо, какой спорт, не сломаешься, тебя выкинут на улицу, никому не нужен. Ровно это и случилось. Вот, как бы, там, где-то в 20 лет. Я, у меня там, врачи сначала не нашли, потом нашли, травму, которая на тот момент была неизлечима, кстати. Сейчас уже излечима, но поздно. Хотя многие шутят, что давай, что-то себя подпиши куда-нибудь. Вот, но, тем не менее. И я оказался, меня взяли переводчиком в баскетбольный клуб «Спартака». Санкт-Петербург. Я помогал, как к этому пришло, как раз. Я чуть-чуть на базовом уровне его знал Ишко. Уровень моего английского, конечно, был не из видеоучебников «I'm hungry» и «London is the capital of Britain», может быть, чуть лучше. Но, честно говоря, он не дотягивал до разговорного, и меня условно бросили в эту среду, и пришлось заговорить. Те же американцы, которые были в том же «Спартаке», ты им помогаешь решать бытовые вопросы, как работник клуба, и как international manager, да, и так он вышел там на уровень разговорного, ну, как известно, лучшее обучение языка это быть в его погружении пошло. Соответственно, потом получилось, что эти контакты с какими-то клубами, ты еще как работник клуба, и Максим закончил, ушел как раз из «Спартака» с позиции спортивного директора, и, в общем, сказал мне, почему бы нам не попробовать начать агентскую деятельность, и у него, как у спортивного директора, были контакты с американскими как раз агентами. Попробуем? Мы попробовали, вот так все и получилось. А первым игроком кто был? Первым игроком, хороший вопрос, наверное... Ну, из каких-то серьезных... Да, я понимаю. Я думаю, что... Да, первым был Вирджерл Станеску. Мы его... Ну, так... В середине 2000-х один из элитных центровых был российской лиги. Мы его подписали в ЦСКА ВВС Сама. Да, сейчас такой клуб уже не существует. Дальше было... Было еще такое... Интересно, что сразу мы... И сразу же начались проблемы с финансами в тот год. И получилось, что первые... У клуба? Да, первые мои контракты. Они... Часть пошла в суд, часть мы договорились. В общем, очень такое было погружение, такое сразу погружение в проблемы. Уралгрейд Пермь, известный тоже легендарный клуб, туда я подписал Центрового. И тогда команда потом передумала на ходу, не прислала билет. Мы еще тогда у нас не было там армии, так скажем, юристов и прочее, прочее, прочее. В общем, мы сразу столкнулись с... с такими проблемами. Соответственно, российскими игроками тогда у Максима, получалось, Тимофей Мозгов и Антон Панграшов. То есть, это вы еще их молодыми, да, получается? Как на это посмотреть? Ну, получается, считаете, да? Нет, 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 нет. Им было больше. Получается, что они... Они мои ровесники. Соответственно, им тоже было вот... 20-20. Да. То есть, если Антон был уже сложившийся игрок и там Максиму какие-то там, может быть, первые, ну, не то, что как спортивный директор, он был у него тогда, они его выкупили из Конти, Спартак. За счет этого отношения какие-то между ними сложились. То Мозгов тогда был игрок вторых химок, с конкретно молодой, хотя в те годы считалось, я помню, я когда пришел и сказал, что я хочу играть, еще до своей травмы, мне сказали, да, паспорт загляни, у тебя 19 лет, уже пора, как бы, заканчивайте не играть, если ты где-то не играешь. Тоже к вопросу об изменении возраста, возрастного ценностя. Ну, для центровых всегда этот возраст был попозже. Можно их называть, ну, как я говорю, Мозговым молодым, хотя, ровесники, и Пан Горшов уже был, в общем, звезда. Да, не ветераном, но, в общем, был звездой. И потихоньку, там, каждый год, клиенты появлялись, новые. Были сразу компания молодых игроков, которые были далеки от заигрывания, в которых начали там повозить их и давать им кушку. Но тяжело вообще это все было, то есть, начало, как все происходило? Нет, начале было не тяжело, потому что, вы правильно сказали, я был молодой парень, это было безумно интересно. Это не, вообще тяжести не ощущалось, я работал, понятно, ты занимаешься любым делом, с детства смотришь NBA, а тут, получается, ты баскетболом зарабатываешь деньги. Вообще не тяжело. Тяжело было, потом, когда там семья появилась, было семье понять, что ты раб телефона, у тебя может звонок прозвучать в любое время. С Америкой работаешь, это поначал. Ну, вот в данный момент, например, получается, что может день начаться с проблемы у игрока, где часовая зона в плюс. Ну, у нас клиенты от Владивостока, получается, до штатов. То есть, в общем, рабочий день может быть буквально бесконечно. Соответственно, да. Ну, еще раз, это не было тяжело, это было настолько интересно и классно, что... Я имею в виду, тяжело не с той стороны, а именно интерес к вам был, то есть, когда вы, допустим, звонили в клубы, говорили, вот там, я могу вам дать такого игрока, такого, такого игрока, то есть, как они на это реагировали? Ну, так скажем, наверное, интерес, дежурная вежливость была, какая-то, что надо выслушать, да, а дальше уже по потребностям. В каких-то клубах были менеджеры, которые, например, не говорили по-английски, для них такой человек, как я, был единственным, там, единственной возможностью, или кто-то еще, да, кто-то говорил уже, типа, все знал, ему не нужна была наша помощь, могли, там, на звонки не отвечать, трубки не брать, как и в любом другом бизнесе, когда ты заходишь с улиц, то есть, абсолютно по-разному было. Ну и, конечно, учитывая наши национальные особенности, если вы знакомы, да, там, наши руководители клуба, очень много неординарных личностей, скажем так, которые... Во всех видах спорта. Именно так, да, поэтому, когда европейские агенты, сейчас мы встречаемся, где-то на каких-то там... Ну да, иностранцам тяжело сюда зайти, то есть, это... Тяжело, тяжело, конечно, тяжело. В любой стране, но у нас совсем... Точнее, по-другому, зайти-то может быть легко, а потом решать эти проблемы, да, насущные, это уже... А на каких условиях вы с игроками работаете, то есть, с молодежью, как работаете, с профессионалами, есть какая-то разница? Получается, разница есть. Ну, как известно, агентский-то платит клуб в Европе, соответственно, за молодых игроков, мы их даже и не берем, сейчас уже, можем себе это позволить, и это, ну, не имеет смысла, и получается, что для малого игрока, вообще, как беспроигрышная ситуация, и клуб за него платит, он сам ничего не платит, какие-то дяди платят за него. Ну, главное, чтобы агентом занимался. Да, главное, чтобы занимался, там, что-то вкладывал, ну, просто, там, ассистировал, в чем-то был посредний. Конечно, когда игрок уже получает свои первые нормальные деньги. Ну, нормальные, это против, так скажем, да, если даже в топ-суперлиге есть зарплаты, там, 200-300 тысяч рублей, скачет, тогда он был другой, да, ну, приблизительно. В общем, с того момента, как игрок способен прокормить свою семью, и способен оплатить за свой тренировочный процесс, он должен это делать. Мы так считаем, на этом этапе альтруизм должен заканчиваться, не потому, что мы жадны, мы можем себе позволить платить за всех, но, как показывает практика, человек, когда за это платит, он как-то получше работает, чуть-чуть, более ответственно к этому относится. Как сказать, процент у вас какой-то с контракта, или как именно вы... Ну, уставленная практика, как она негласная, европейская практика, она примерно, это там 10%, она плюс-минус устаканившаяся там во всех европейских странах, платит клуб, и... То есть, нет такого, как, допустим, у продюсеров, что если там какого-нибудь артиста взяли, его раскрутили, и он там отдает 50% в спорте какого-нибудь... Ну, я, наверное, я слышал такие истории, они... Это такие, больше лихие 2000-е, наверное. Мы, считай, начали в конце, рынок уже более-менее цивилизовался, нет такого, такого, в общем, нет. То есть, вы их ищете, они вас ищут, или то и другое, то есть, как вы искали? Вы задаете вопрос в настоящем времени, соответственно, сейчас уже, ну, конечно, репутация работает на нас. Конечно, количество входящих звонков довольно большое, и, в принципе, уже, ну, не так, не так агентов, конечно, стало больше, но их все равно не так много, поэтому все примерно сейчас и родители, уже интернет, и связи, наводят справки, и примерно понимают... Ну, с информации очень мало, то есть, если в хоккее там... Она, ее мало публично, когда ты в этот круг окунаешь, она есть, все равно репутация у различных агентов, она уже сформировалась, там, плохая или хорошая, неважно, но она уже есть, и можно собрать информацию какую-то, и по большому счету уже нету даже необходимости представляться. Ну, уж точно глупо делать родителям и кричать, что у нас мозгов с таким-то контрактом. Ну, какое им дело до контракта нашего топового клиента? Ну, просто, извиняюсь за выражение, там, пустые понтуны родители, ну, смысла в этом никакого. Конечно, им важнее, там, какие шаги, сделали для того, чтобы его карьера там запустилась, да. Скажем так, как, в чем ваши конкурентные преимущества, то есть, почему, допустим, работают с вами, или почему работают, могут работать с другими, то есть, если это будет... Наверное, каждому агенту кажется, что он лучший, наверное, но вот у нас, опять же, как наше с Максимом мнение, да, что мы не знаем других агентов, которые предоставляют такой широкий спектр именно, как это, сервис на английский язык, да, на наш язык, не очень переводный, сопровождение. Наверное, сопровождение, да, что получается такое количество индивидуального внимания к каждому нашему клиенту, молодому, подчеркиваю, да, есть случаи, когда наши, кто постарше, становится, им кажется, что что-то мне меньше начали уделять внимание, но это, опять же, идет следствие того, что ему очень много уделяли внимания в начале, это постоянные разговоры, решение проблем и прочее, прочее, прочее. Очень сложный вопрос. Я полагаю, что суммируя всех, наверное, американцев, россиян, опять же, европейцы, девочки, так вот, навскидку. Вам, мне кажется, это происходящий-уходящий, да, то есть он в России играет, уехал, Да, конечно, я не накапливаю эту цифру, да, уехал, уехал, но пока он здесь, все его проблемы, это мои проблемы, ну, наверное, так, порядка 80-100, наверное, что-то, и как часто с ним нужно общаться? Абсолютно непредсказуемо, то есть, со всеми по-разному, ты обычно, ну, как правило, ты сразу, во-первых, чувствуешь человека, во-вторых, как, опять же, популярная договорка, когда договориться на переходе, то есть каждый индивидуал, кому-то нужен постоянно, то есть есть такие, которым там, ну, чуть ли не каждый день, после каждой игры, надо там, утешить, объяснить его, плюсы-минусы, есть ребята самостоятельные, ну, в общем, бывает, бывает. молодежи, то есть как вы принимаете решения, с кем работать, с кем не работать, и как в плане баскетбольных, личностных качеств, скажем так, опять же, исходя, там, без опыта уже, смотришь, какие ребята дошли до какого-то уровня, у нас, и какие-то, неважности, примерно понимаешь, конечно, ну, в современном спорте, физически, да, имеют определяющую роль, то есть, конечно, понимаешь, там, вырастет, вырастет, так, как передники, и прочее, и прочее, и прочее, понимаешь, как применимо, обученность, все равно, ну, раньше 16 лет, хотя сейчас уже кто-то выходит и до 16, но, объективно, говорят, да, в 16-ти годах, было бы здорово, и вообще, обязательно, чтобы его уже чему-то учили, и ты примерно понимаешь, какие у него пробелы, какой ему или ей присоедший объем работы, чтобы дойти, соответствует ли та позиция, на которой мальчик или девочка с возрастковой возрасте играет, сможет ли он или она играть на этой позиции. Возрастом в баскетболе, потому что часто детские тренеры не по своей линии, а заложники обстоятельства, они вынуждены ставить игрока на другую позицию за стяжение 7-минутного результата. Ты понимаешь, что сейчас молодой человек или девушка не оставляет там фантазмерсников, играя на позицию в словах большого, просто с учет физики, но ты понимаешь, когда все догонят, это 100% распространится, это сам распространен. И тогда мы откровенно и честно говорим, что, ну, наверное, вам лучше обратить свое внимание в сторону СБ любительского или сосредоточившегося на учебе. Говорить правду и прямо традиционный фактор. И более того, наводим справки, конечно, самые традиционные соблазны молодым людям и детям ночных влупок какие-то там до того, алкоголя, гуляны. Это самые гранитивные вещи. Дальше даже в разговоре понимаешь примерно про дар, готов ли он слушать само, учаться, слушать тренера, даже и агента, хотя и функции, когда ты все будет лавкой, почти нет. Если ты гиперталантливый человек, не это не дает тебе право не работать, ты заиграешь. Кириленко начинайте работать с конкуренцией. Ну вот сейчас повторюсь, получается возраст как-то так снизился, получается опять через конкуренцию, грубов, наверное, с повышенства. процентный приходит, ну в смысле уходит от вас, то есть начали работать не по вашей инициативе, а по их инициативе. Да, я понимаю, слушайте, ну процентный это точечный случай, это даже, наверное, ну конечно, это, наверное, если там посчитать замесу математики, ну раз я сейчас сказал, что у нас так происходит, то есть не низкий скатинент, наверное, меньше процента. ну это бывает однозначно, все люди и это химия, может что-то отличиться, кто-то может поддаться на уговоры еще на годы годы. Очень, ну как, то, что неприятно это оборудование, да, почти все признают или вернутся, или разрушат какие-то отношения, но мы остаемся друзьями и хорошим и нашим проблем в этом нет практика просто не всем не всем правда приятно. Спространенный вопрос, что из себя агентский контракт представляет, есть ли это какие-то обязательства у игрока и на сколько лет первые контракты заключаются? Отличаются сейчас, опять же, ну как ФИБА рекомендует, да, любые договорные отношения они не могут вообще строго регламентироваться, да, то есть мы можем там туда записать, что ты не должен миллион долларов завтра, ну я утерирую и шучу, но тем не менее обычный контракт это на два года и по которому европейский игрок вообще ничего не должен получается, да, есть кто-то должны только вы ему, ну грубо говоря, получается так, конечно, есть кто-то вставляет пункты страхующие себя, что если ты там что-то ушел, то ты платишь мне и прочее, 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 у нас нет этого пункта не считаем нужным, все остальное уже каждый агент адаптирует этот договор под себя, то есть, ну, как ФИБО предполагает и как это должно быть, что ты за эти два года, вы должны понять, понять, какую работу сделала, не сделала, дальше там, подписать новый договор или не подписать, да, в Америке это еще проще они разрываются, да, там даже нет регламента по сроку, американский игрок может уволить своего агента практически, ну, только выплатить за то, что ты там работал, то что тогда тесно, опять же, если ты не устраиваешь, да, чего-то, ты как формально записываешь, да, если агент же тоже, ну, он должен осуществлять работу по продвижению игрока, игрок может быть этим недоволен, да, и, соответственно, каждый раз, когда возникает, если конфликтная ситуация, то садишься за стол переговоров и выясняешь, чем же ты недоволен, можешь ли ты что-то исправить, или, в общем, заходит в тупик. Пускали, то есть даже с действующих договоров, я ни в коем случае не хочу сказать, что, да, конечно, подпишись с нами, мы сейчас тебя вложим, когда захочешь, тогда уйдешь. Нет, я тут не буду себя строить тоже альтруисту или какого-то, нацената, нет, но вот, из сложившей практики, как правило, когда игрок уже недоволен и хочет уйти, значит, у него в голове что-то уже либо там напето другими агентами, родителями, оно уже сидит так глубоко, что, наверное, ты вряд ли сможешь это починить. А так как агентские платят соответствующий клуб в Европе, то чуть меньше повода для конфликта. Игроки не только в России, также, я видел, и в Европе играют, в Италии, в Испании, по-моему, есть. Абсолютно верно. Нет, у меня есть пару, там, тройку, я никогда не стремился это сделать, те же американцы часто, например, мне задавали вопрос, Стас, вы работаете на одном из самых богатых рынков, очевидно, что ты подписываешь игроков, мы видим, у тебя в Турции, в Италии, в Испании, игроки, почему ты к нам не подходишь, почему ты нас не воруешь у американских агентов, почему бы мы не были твоими подопечными. Опять же, мы все-таки сфокусированы на российских игроках, и время не бесконечное. Судя 24 часа, и мне лишние, опять же, клиенты с их проблемами, с другой ментальностью, это просто все не осилить. Поэтому мы не агрессивны на рынке в плане набора новых игроков. Ну, один из там интересных у нас в украинский центральный актер, пустая. Добра Дуэра, сейчас очень горячие имя на рынке, и действительно, все команды топов в Европе и в Европе интересуют. А вот по уровню малозерша, что можно сказать о конкурентоспособности? То есть, сравнивая с Россией, с Европой, с той же Италией, Испанией, с сербами, с французами, понятно, с американцами, конечно, немного другой уровень, и детей, скажем так, ну, просто более интернациональный к сожалению, тут я могу все что угодно сказать, а результат, когда мы почти во всех Ю вывалили с дивизион Б, думаю, что сложно что-то к этому дополвим работать. Абсолютно нет. Ну, а с Италией, допустим, там, Испании, как я вижу, там очень много лиг, то есть, сколько там, в Италии 6 лиг, и в Италии 7 или 8, которые можно назвать профессиональными. И если у нас огромная разница между ВТБ и первой Суперлигой, то есть, Суперлига, ну, по уровню как третий чемпионат Италии или Испании, ВТБ это в тройке сильнейших чемпионатов Европы. То есть, тяжело игроку-молодому из Суперлиги прыгнуть в Лигу ВТБ. Это следующее, то, о чем я хотел сказать, даже на примере, когда мы ругаем тренеров наших топовых клубов, наших ведущих, что они не дают там, играть русскими реалии, Финер-Бахче, да, там, где-то звездочки появляются, но среднее игровое время местных игроков тоже очень маленькое, но там есть куда отдать в аренду. Во-первых, главная лига там состоит из, там, 18 и 16 команд. Это разрушено. Конечно. И там есть куда им наигрываться, а у нас, ну, 9 команд. И вы правильно говорите про вторые и третьи лиги, которых у нас тоже число команд с каждым годом сокращается. И, к сожалению, падает уровень, если мы вспомним Урал пятилетней давности, который, на всякий случай, Кубка. Кубка. Сейчас, к сожалению, мы не полсим. Согласен. А молодым игрокам что можете посоветовать? То есть, как, точнее, даже не молодым игрокам, скорее больше, их родителям, то есть, как вообще надо выстроить план подготовки, ну, или вообще, что нужно делать родителям, чтобы у них, если есть талантливый ребенок, чтобы он попал в большой баскетбол, и чтобы, ну, чтобы у него все сложилось, скажем так. В первую очередь, трезво оценивать способности своего ребенка, что очень тяжело. Допустим, ребенок талантливый, данные есть. То есть, в отличие, не знаю, от Америки, где каждый родитель думает, что у них ребенок суперзвезда, у нас я наоборот больше сталкиваюсь, что с тем, вижу полно талантливых родителей, подхожу к ним, говорю, что у вас ребенок, действительно, есть данные для чего там, какие у него, ну, я считаю, наоборот, занижают у нас. Я больше, по крайней мере, с этим сталкиваюсь. То есть, не понимают, какие у них могут быть возможности, если правильно смеется. Я думаю, так, так как мы сейчас, тогда мы упрощаем вопрос, да, что нужно, чтобы ребенку заиграть, да, начать надо со следующего, действительно, трезво оценить его возможности и данное физиологическое развитие и понять, как быстро и насколько он может скорее выйти на следующий уровень. От этого принять решение, где ему лучше развиваться. То есть, например, если ребенок там уже к 17 годам, к 16, является звездочкой, очевидно, ты это поймешь. Тебе будут атаковать агенты. Таких не много, да. Я, наверное, в этом случае не поддерживаю отъезд, например, в Штаты, в Испанию и прочее, да, то есть, скорее всего, здесь вот это вот количество внимания к тебе. Следующий вопрос, как ты с ним справишься, да, но, наверное, даже в структурах больших клубов уже появляются хорошие тренеры по индивидуальной подготовке, да, и опять же, там, летом ты можешь ездить и готовиться. Но, наверное, вот то внимание, которое к тебе, наверное, разумно остаться здесь, потому что не забывать надо о том, что, выезжая туда, ты, конечно, попадаешь в хорошую феструктуру, а в баскетболисту, потому что, ну, если мы, опять же, посмотрим подготовки игрока от юношеского баскетбола возрослый, а игрок, ну, лейтблумер, да, на английском языке называется, кто поздний, поздний, да, тогда нужно рассматривать, конечно, там, варианты отъезда. На примере, Латвии. Парзингеш, он клиент наших партнеров, например, испанский, да, он уехал рано через Испанию, через Б-лигу, потом поднялся, уехал в Унбейрису. Он еще вообще в 12. Супер талант, да. Вы знаете, сколько следом просто увидеть. а как думаете, вот именно всем родителям и игрокам молодым нужно нацеливаться на то, что, ну, допустим, те, кто не из Москвы, не из Питера, именно нацеливаться на то, чтобы попасть в московские или питерские клубы, ну, там, в город, или нужно и в регионах попробовать. Нет, почему? сейчас регионы работают, ну, в конце концов, в Краснодаре строят систему Родионов, тот же, в Саратове давно славятся тем, что выбирает людей. И сейчас, конечно, нам далеко до хоккея, который децентрализовался, да, но... Ну, там свои проблемы, скажем так. Да, конечно. Ну, я к тому, что нету, наверное, такого сейчас уже Москва-Питер, это, скорее, больше из там Союза, или 90-х, да, где в Родионы играть, да, или, не дай бог, ты ему отказал. Ну, сейчас это уже в далеком прошлом, и уже... Нет, я не вижу в обязательном порядке. Да, и к тому же Москва-Питер, интересно, да, они тебя так и так заметят. Ну, да, если ты что-то... Ну, объективно, что-то... Настолько у нас мало игр, детей перегружают по специальным видам спорта, то есть, очень большие нагрузки у них, 12, 14, 16 лет, то есть, если в Америке это все полномерно идет, то есть, допустим, в возрасте 8, 10, там, 12 лет, у них баскетбол, другие виды спорта, это вообще как физкультура даже больше идет, то есть... Ну, в целом про молодежь все понятно, давайте, наверное, про устройство вашего агентства, то есть, интересно, как у... Вообще, сколько у вас человек работает, какие обязанности у них, то есть, как вообще структуры выставлены? Непосредственно агенты, я и Максим, переговоры с клубами, с детьми, родителями и так далее. У нас есть пиар-менеджер, Алексей, ну, как слово такое, не очень мне нравится, потому что, ну, там он не занимается там бросом новостей поинтересу нашим клиентам, да, это скорее такое всестороннее развитие агентства, он пытается найти какие-то там, может быть, рекламные вещи для наших серьезных клиентов, ну, как топовых, хотя, конечно, наш рекламный рынок очень далек там, американскую тоже близко, но, по крайней мере, пытаемся сделать что-то интересное, также он занимается там, какими-то там, смежными проектами, в плане, не только баскетболистами, да, и... Ну, да, я видел у вас что-то, где-то, да, кто-то... Ты верно, керлинга, да, вообще, ну, а это для чего, это заработка, или как хобби? Ну, это, знаете, это такое, получается, что ли, пробы, вот как мы пробовали в агентстве 10 лет назад, так можно сказать, что, хотя Алексей далеко не новичок, но он, смотрим, что из этого может получиться. Первое, большинство вопросов решаются все равно переговорами, а во-вторых, различные, настолько различен процесс спора здесь, в Европе, и в Америке, что получается, что ты занимаешь... Местные, ну, просто кто в этом опытный, ну, и тем более, так откровенно говоря, право-то прецедентное, и, в принципе, я, наверное, не наверное, а точно уже там примерный спор, могу предположить с большой долей вероятности его исход, плюс-вкус, да, поэтому юристов в штате нет, ну, конечно, у нас много и готовы к любому, скаут, если у нас появился относительно не так давно, потому что количество игроков, вот именно о том, чем вы говорите, хотелось бы просматривать все, не хотелось бы кого-то упустить, в том числе молодых, там, где на чемпионатах России, просматривать, сейчас хорошо, технически стало возможно, видео есть, практически, да, вот, довсюду, ему лично летать уже не надо, хотя там... Да, сидишь, смотришь статистику, всех там, всех, кто в контакте, хоть вы будете, то есть... очень тоже хороший вопрос, наверное, чтобы было, не то, чтобы по-разному, давайте я туда... Наверное, есть смысл, два рабочих дня вам накидать, один рабочий день мечты, по которому все думают, что это очень легкая работа и романтичная, это я там просыпаюсь, детей в садик, телефон молчит, пошел на фитнес, позанимался, телефон молчит, день, кто-то позвонил там и сказал, что очень хочет моих клиентов на следующий год и готовы давать любые деньги, классно, успеем поговорить, просмотр какой-нибудь игры в NBA в отличном качестве, да, здорово, когда твой клиент играет, вечер, либо в живую там, где-то на баскетбол, либо куда-то летишь, либо та же Евролига, дети, вот такой рабочий день, да, казалось бы, ну, где-то еще обедли в ресторане, можно сказать, зачем не мечтал, это такая, как бы один рабочий день, и это случается, и второй, например, тоже абсолютно такой, то есть конкретный, да, примеров, ты просыпаешься, сразу у тебя на телефоне куча пропущенных игр, независимо, сколько времени, проблемно, сразу примерно понимаешь, что у кого-то, опять же, начинают всегда команды тебя поднимать, там, себе и дальше, себе и Дальний Восток, да, которые впереди, у них уже настало утро, уже утром, для примеров, кто-то не пришел на тренировку, проспал, у кого-то травма, кто-то сломался, не дай бог, а дальше звонки, как правило, все случается одновременно, недовольны клиентов, которые накануне игра, мало играли, они, конечно, недовольны тренером, потому что всегда во всем геномат тренинг, все одновременно, дальше партия клиентов, а как вот вы видите развитие агентства вашего, еще через 5 лет, через 3 года, почему-то, у вас есть какие-то цели, то есть, или, ну, какие у вас цели на это еще? очень тяжело планировать, к сожалению, то есть, это вот мы пытались заниматься планированием ранее, есть ли куда-то расти, чего вы хотите в будущем? Знаете, наверное, сложно, сложно, вы оставите цель объективно, опять же, ответ он в истории, в истории совсем недавно, когда встречаемся с европейскими агентами, они говорят, Стас, как-то вам здорово, вы такие деньги получаете, богатые, в России, ну, все вам здорово, я говорю, знаете, оно может быть и неплохо, я не жалуюсь на них, но посмотрите, что происходит у вас, у вас стабильно, лига, правила, ну, окей, сейчас есть конфликт, это ФИБА, и Евролига, это первый какой-то серьезный конфликт в европейском баскетболе в последнее время, в остальном, у тебя плюс-минус 16-17 команд, ты условно посмотрел экономические сводки, примерно понимаешь, куда идет экономик, ты можешь примерно представить, что у тебя через там 2-3 года зарплата упадет, ты можешь просчитать, что у нас только было за последние 10 лет, сколько было президента Федерации, сколько было лиг, сколько было лимитов, правил, турбулентности, скандалов, это вам вопрос, поэтому, именно так. вообще, для ребят, которые занимаются, какие, скажем так, статистику сложно провести, но какие вообще молодого игрока шансы в подании в Лигу ВТБ, если, скажем, действительно талантливый парень, есть данные, то есть, какова вероятность вообще попасть в баскетболе, в большой спорт? Ну, опять же, как я думаю, насколько реалистично поступать? Высокий. Соответственно, высоких людей, даже элементарно, статистически же меньше, чем на среднем, соответственно, конкуренция поменьше, поэтому, в общем, я считаю, что она как минимум выше, чем других видов спорта, да, я не могу вывести цифры, но, как я тоже говорил родителям, да, понятно, что все хотят все успеть, и, кстати, да, вот касаемо Америки, да, наверное, отличный вариант, как всестороннее развитие личности, да, говорить об образовании, там, да, совмещать, не говоря обязательно, что это спорт высших достижений, здесь, если мальчик, девочка развиваются, и они потенциально, ну, просто, я считаю, грех гробить талант, и надо пытаться. Можно ли? Бол не вернет, мы не будем страшным пожарем, все футбол, можно позвать, это уже не ровно. Ну, допустим, травм получил, или просто там, вроде бы не попал на тот уровень, на который он хочет быть, какова реалистичность, построить успешную карьеру, допустим, менеджера, агента, тренера, то есть, есть ли в этом какие-то деньги в России, и стоит ли над этим спортсменам, у кого какое-то причение в спорте не получится, на это тоже дело ставки. К сожалению, это тяжелее. И, в первую очередь, очень велика, даже слишком кастомость в российском, я не знаю, в спорте, в баскетболе точно. Мы тоже часто были заложниками, и мы конкретно, в принципе, что довольно талантливых ребят, просто никто не слушает, потому что, а, да ты не играл на высоком уровне, что тебя слушают, ты по определению не понимаешь. Я великий игрок прошлого, я знаю больше тебя, хотя, на примере в Национальной Баскетбольной Ассоциации, сумасшедшие фразы, и клан тренеров, и функционеров, скаут, генеральных менеджеров, которые не играли в баскетбол, то, что на высоком уровне, а даже на студенческих. И... даже интереснее, что вы там вместе с ним не имеете. то есть люди, кто продеваются, это заморозки, желания, и... очень целеустремленные люди, которые действительно хотят на этом построить карьеру. Да, браво. Я тоже. Ну, хотя тренеров, может быть, самое реалистичное. Тренеров, да. Тренеров самое реалистичное. Конечно, сейчас как раз меняется поколение, приходит молодежь, но, в принципе, у меня есть молодые тренеры, которые, скажем так, ну, интересные, кому-то, 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 ну, доверить. Да, вы правы. И они не замыленным взглядом, даже это иногда, это не иногда, а чаще, это даже плюс. Они не играли в баскетбол, как вы видите, иногда шутим, как-нибудь подобное. Возрастными тренерами, когда еще трохочковой линии не было. Я чуть нутрирую, но, примерно, если посмотреть, даже баскетбол в 90-х, насколько он сильно поменялся, да, и молодой тренер бывает и чаще научит лучше. Чисто, и ставить свежее. Не болится восемь минут. Нет. Я думаю, это мы закончим, в принципе, мне кажется, получилось интересно и взрослым баскетболистам, и молодым баскетболистам, их родителями, я думаю, все это очень будет интересно посмотреть, я не узнаю, если вам не трое.